В Волгоградском медицинском университете состоялся региональный научно-практический форум, посвященный Году экологии в России. Ученые-экологи, разработчики экологических программ, обсудили проблемы защиты и воссоздания окружающей среды. О том, какие пути и методы для решения экологических вопросов, предлагают ученые в материале нашей съемочной группы. Ухудшение здоровья человека является главным критерием экологического неблагополучия как в большом мегаполисе, так и в маленьком поселке. Даже обычные болезни человека способны меняться, мутируя в более сложные, под воздействием неблагоприятной экологической обстановки. Экология – это научная деятельность, которая близка ученым самых разных профилей. Ну, понятно, что мы все-таки хотели сделать акцент на здоровье, поскольку основной критерий благополучия, экологического или неблагополучия – это здоровье, здоровье человека. Нужно знать, какие отклонения в состоянии здоровья человека возможны при действии неблагоприятных экологических факторов, ну и каким образом вообще реагирует природа на то, чему мы сейчас свидетели. Первая региональная научно-практическая конференция «Экологические и медицинские проблемы городских экосистем и пути их решения» дала ответы на вопросы, как снизить отрицательное влияние автотранспорта на воздушное пространство и выброс загрязненных вод в русло рек. Как создать в Волгограде, понизить экологическую нагрузку в 10 раз? Мы предложили построить еще один мост на юге Волгограда, в южной части, и тогда в зависимости от температуры воздуха, от направления ветров, от влажности, там может стоять автотранспортники и направлять потоки. Вот эти потоки мы предложили, именно обосновали, научно обосновали, что в 10 раз снизится эта нагрузка. Деятельность связана с тем, чтобы разработать и придумать наиболее рациональные методы по очистке воды, как источной, так и питьевой водой, которая подается потребителю. Она должна быть наиболее экономичной в плане наименьшего затрат на материалы, на способы очистки. В Волгоградской области создано и работает несколько природоохранных программ, которые, безусловно, способны изменить качество жизни. Это применение комплекса технологий утилизации мусора, сбережение водных и земельных ресурсов, очищение воздушного пространства. Объединяющая цель всех программ – помочь природе воспроизводиться естественным способом. Один из факторов здорового образа жизни – это состояние окружающей среды. И чем лучше это состояние, тем, соответственно, более здоровое население региона, страны, неважно, то есть того места, где данное население проживает. Сегодня каждый из нас может влиять на экологическую обстановку, участвуя в экологических акциях, высадке деревьев и кустарников, так, как это делают многие волгоградские вузы сегодня. Татьяна Крючкова, Андрей Матюшков, Вести 34.